здравствуйте ребята сейчас просто глубокая ночь трешки будет отвлекать ваше внимание собаки да ладно сейчас закрою векно освобождаю лотки с пастилой для того чтобы сюда уже залить уже другу пастилу уже друге пюре сейчас даем себя что як выглядеть красиво як выглядеть красиво пастила вот темно слева за чисто сливу а уже дальше три штучки c состав пюре входа груша яблоко и слива пюре я делаю так как у меня кухонный комбайн поломался то есть блендер не работает и я делаю все измельчаю на мясорубке получается чуть-таки кусочки кожицы но ничего страшного сейчас я буду снимать и вам показывать как это все выглядит значит сушу я в дегидраторе дегидратор эскалибур на 9 листов сейчас таки не выпускаю дегидраторы и на листах парафлекс получается эко продукт настоящий настоящий эко продукт никакие не силиконовые никакие не китайские листы листы парафлекс состав там есть и воск есть и ткань ну вот я сейчас заберу в стороночку вот так вот такие есть значок парафлекс ультра я учила немецкий так что по-английски читать значит то знакомые буквы это тоже самое что русские украинские белорусские да значит буквы одинаковые а прочитать можно совсем по-другому так что мы делаем у человека на боках растяжки вот так значит разрядки получился будет ли виден вен в постели а сейчас мы побачим так ну и вот это вот как я говорю растяжки так вот так с этими листами еще самое удобно сразу как я купила дегидратор эскалибур листы идут отдельно вот так эти решетки на них еще и до сетка на сетке уже можно сушить ставлю я сетку и там доставать не буду уже вы ее бачили если кто не бачил то пишите на мой канал и дивиться видео в плейлистах сухофрукты цукаты и пастила а потом что мы делала видите я сейчас вам покажу ваш тегова красиво тут а тут вот такая вот шершаленько а то вот такая красотища сняла и все красота на еще хочу сказать значит тут бачим таки красивый на влащеный красивый влащеный а тут шершавый что я делаю дивиться внимательно на живет этим вот липким влащеным до влащенного ставлю шершавеньким бишь таким грубым наружу и потом сворачиваю качалочка я сворачиваю качалочку и вам сейчас что-то расскажу значит я купила дегидратор боли вот эти вот лотки с сеточкой листы они дороги конечно они шли дополнительно надо было их отдельно то есть покупать ну я бы казать думаю ладно я обидусь обидусь не буду покупать за надо там до шести тысяч гривен на них выбрасывать считается выбрасывать что-то придумаю на пергаментную бумагу буду стелить и пергаментную бумагу буду смастивать растительным маслом есть и видео у меня на youtube канале хитручкин двор в плейлисте цукаты пастила сухофрукты можете подивиться ну еще мы столкнулись год був удачный такий ягода у нас вся была фрукты тоже самое как и в цей двадцать второй год и туде был кухонный комбайн миксер блендер все это взбивалося было отлично и что мы делали нарезала я пергаментную бумагу нарезала я пергаментную бумагу и смастивала растительным маслом смастивала растительным маслом выливала пюре и ставила сушить значит то все нормально здесь слабше пропиталась от растительного масла пристава пристава слабо отставала бачка я вот так вот все раз беру открываю все и без проблем а там надо стоять сидеть грация область играется плюс руки в растительном масле и мощи раз приклеилась я митю спастилу все скрутили качалочками ушло який сперед времени мы заметили что вона начала мать неприятный запах мать неприятный запах я сейчас вам по-другому скручуше розговариваете мать неприятный запах ну как знаете колия все-таки старая думаю посчитала я дам пергаментная бумага беру большую бобину большую бобину толстую бобину и думаю ёлки-палки это и олия потомцы постала пока у нас постоять до нового года через нового года уже будет запах на и таки будет неприятный вот и плюс вообще не дешевле получается грация это во первых время занимает пока эти все листина мастешь олією все руки в олії все в олії потом берешь цей пергамент растеляешь пока его поверезаешь потом это все отрывать и десь если пюре нормально если сок это уже не нормально я так посидела посчитала 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 думаю ладно пиду я какие сказали там листи есть вот эти китайские силиконовые вот ну подвелася на эти силиконовые листи ну что цена их силиконовых листов я правильно роблю силиконовых листов пускай там была сто двадцать сто пятьдесят гривен сто восемьдесят вот а вот этот вот один вот вен по моему 600 гривен был десь так или пятьсот девяносто с чему сели 600 в общем так был вот я почитала 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 и кажу ну шо ж получается ты органический продукт эко-продукт ну как бы сказать свою ягоду хочешь ее как бы качественно засушить на зиму есть и все а ты что потом сэкономишь деньги и возьмешься все куда в силикон вижу все равно и будет высыхать пастила в нубе все равно напитывается аромата вот знаете кто выпечку делаю такие формы есть пластика силиконовые все равно я колись взяла сделала сыну кексы ольги моей там была форма и венка же вкусно все мама вкусно так удобно с кексов но кажу вот а удобно а пока она пеклась все равно ты силикон пишу в кисто но винный чувство запаха а я часто чувствовала запах посторонний так что я решила вот так что я мотаю таки качалочки получаете ваше скажу не надо заработать деньги а заработать я деньги перепелочки наши нос выручают заложить заложить нам перепелов поинкубировать взять одних молодячок если я покупатель продать на покупателя на молодячок значит выращиваем продаем мясо вот так же оставляем материнское стадо на инкуб яйцо и продаем инкуб яйцо в общем заработала я деньги купила вот эти вот листы парафлекс ребята я вам хочу сказать окна свет народы все все их вот если я щас туда если я щас будут сразу заливать пюрешку сюда значит так он и остаются те листы а если если я буду через определенное время например мне сейчас надо соус не кабачки сушить на чья беру их мою ставлю в наволочку если есть вас таки с таким материал все а потом перед применением например опять я через время захотела пастилу робить значит что я делаю я их достаю с полоской обязательно и даже вот вон и влажный я на них выливаю пюрешечку и в дегидратор и опять сушу все главное чтобы они не пересохли где они не стояли ну чем спрятать надо самое надежное место вот так так что вот такий получается как бы казать выбор я готова знаете говорить жадные 2 где плоте ну как бы не не узнаешь не буду ну надо всегда попробовать на собе то что там десь прочитав сам десь прочитав да хорошо ну то есть не потратил 5000 но на пергамент тебе ушло тоже пергамент вене дешевый плюс время занимает листина нарезаешь смазывать растительным маслом ну и великий минус то шоу улея вону все равно неприятный запаха даже когось хочешь угостить но сухофрукта зулию ну як ци так там качалочки можно нарезать вот так они получаются то можно по-разному можно и конвертики делать ух и актики актики в мастерство что захочем мастерство наше можно и вот так делать я знаю что есть разные сушки уже продаются с листами а есть что и немае у кого есть там круглые сушки да круглые такие сушки у них там наверно есть уже листи дегидратор ребята я сама себе подарила на дирижение я заработала деньги перед новым годом заработала продавала мясо в декабре месяце на новый год продала мясо перепелена но работала очень тяжело до 4 часов утра зарезалась у нас птица тут трошечки разрыв что я сделаю ее так вот сейчас склею вот до 4 часов утра была зарезка мяса 8 приезжают люди забирают перепели на мясо плюс хозяйство и вот так это на протяжении месяца галопа 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 то коптить надо было тоже перепелов потому что я хотела сильно цей дегидратор хотела на новый год соби купить а лишь не хватило денег пришлось еще трошечки подзаработать и 13 января у меня как раз день рождения и оформила заказ и купила соби дегидратор такие я соби сделала подарок даже есть на на первом моем канале я ехала на скутере гололед я по спуске на скутере чуть не шлюпнулась но я везла дегидратор який стоил там 17 тысяч гривен не долларов 17 тысяч гривен и еду и сама видео снимаю и кажу боже боже хотя бы я не шлюпнула вместе с этим дегидратором так что дегидратор заработала сама себе и после того яких еще полгода я работала яких еще полгода а ну полгода я еще так само усердно поработала потом плюнула и сказала все до свидания больше я истощилась полностью больше никаких глупостей я совершать не буду потому что и пальцы рвала и сухожилия отрывала и все на свете оно неоправданно ну так мы и получается кто-то там крышу перекрывает заработает гроши то есть там машина комусь надо понятно детей учить детей лечить деньги всегда они никуда лишними не будут вот так что ну это все тяжелый труд даже можете подумать там ну подумаешь подумаешь перепела там дала им ести да и все помед вычистила да и все а вы посмотрите каждую перепилку чтобы в ней был хороший товарный вид разберите и почистить да кто так говорит он так халатно и относится и так и думает тяп-ляп оно получается если тяп-ляп до тебя уже завтра человек не приедет за мясом он тяп-ляп поедет другое место потому что это перепилка это мясо дорогостоящее дорогостоящее деликатес так же я скручу вот так все туп-туп-туп-туп а конвертики я вам не показала а я ну ничего другий раз сейчас глубоко ночь лени скучно собаки гавкают хлеб духовки у меня спикся баклажаны спеклися зварила суп там вам показывала семена с помидор як собирала вам тоже показывала дивиться как я управлялась как корм для перепилок робила с капустными листами тоже дивиться много чего рассказываю в саду и в огороди спасибо вам за приятные для меня комментарии что пишете что хвалите меня мне это тоже приятно жарко жманы косточки варится завтра хай можно будет на якийсь бульончик так ну вот и мы дыримся вот такая получается у нас красота вот такая красота вот такая пастела будут вопросы еще задавайте я сейчас же смонтирую хай там будет час два часа ночи ну может ночью кто подавится россияне то кто же вы на камчатке дальний восток за уралье то вы уже утром проснетесь и тут лена видео вам пропустила но кто же вы в европе чуть позже подавится лена моя зрительница я живу штат индиана соединенных штатах у на и есть моя перепилка вон набрала маны перепелов и правая зла их леночка вам привет так шума и перепела есть соединенных штатах америки и есть на шри-ланке не на коста-рика давно коста-рика наши есть перепелочки но пищите ребята як вы меня в большей части хозяечки варить варенья вот так варить варенья варить повидло но я вот так делала что вот саша я разрезала две части качалочки это вот такая вот толстенькая получилась можно по-разному как я храню а подвидите я вам где семена показывала и мои запасы я показала сколько запасов у меня есть сухофруктов ну то не все конечно показала и пастилу я там и показала вам как я храню эту пастилу это вкусно тища с вкусно тищей тю пастилу делала теки груша слива яблоко и все бишь и ничего не яко сахара сюда не добавлялось слива настолько сладко груша настолько сладко а яблоко кисло сладки так что получилось все очень натурально ну все спасибо вам за внимание спасибо что были со мною и жду ваших коментарий як вы сушите большей части я знаю шо наталья века выращиваю кактусы и ксения моя я коже в ярославле вот у ксении точно таки самый дегидратор сеня вас теплый привет с югов михаилу марии даниилу виду нас привет данечка ну давай рассказывай мне там бабушка суши тебе сухофрукты или или обижает его даниил ты же взрослый парень так что можешь и написать мне буковки уже знаешь все ребята всем пламенный привет всем крепкого здоровья кушайте натуральную не искаженную пищу и приучайте своих деток на исты конфеты у них ничего хорошего ним а мы уже давно конфеты очень вреднее хисты кушайте вот приучайте по стыбу жарко мне всего вам доброго и до новых встреч всем пока а сегодня шутся у нас 16 еще ощущая сейчас и скажу а даже все нич с 15 на 16 августа 2022 года до уже 16 августа всем добра всем пока